Телеканал КРТ представляет С коронавирусом У нас придется на середину апреля Вот Говорят, что вроде как у нас еще Не особо это начало И судя по тому, что много людей приехало И буквально вчера залетело много рейсов С Европы, из разных стран И никто не проверяет Никто никакого карантина Не придерживается То есть ты не имеешь такой уваги, которая была Например, в Санжаре Да, но это вообще был какой-то лютый треш Потому что несчастных 20 человек Их возили, возили, возили Потом привезли, побили Камнями забросали Ну просто жесть А тут уже тысячи заезжают И никто не контролирует Никто их не помещает в карантин Никто не интересуется С кем они коммуницировали То есть все абсолютно происходит Хаос и бесконтрольная Вот такая ситуация В принципе, да, чрезвычайная ситуация Это логично Потому что по-другому это и не назовешь Ну а взагалі Те, что вот зараз Робит наше керівництво Это с точки зрения Процессуального кодексу Вони Всего дотримуются Просто я чему запитываю Потому что иногда бывает так Что они Ну потому что Вони может там Что-то не знают И они думают Чего так оно робиться А насправде Там трошечки Конституцию Мы посуваємо Зараз це нормально Ну у нас такое Очень интересное Интересное Надзвичайное положение Да, чрезвычайная ситуация Не положение Ситуация Потому что В себе совмещают И признаки В то же время Чрезвычайного положения Да, которого нет Отчасти Оно введено Определенные ограничения Это как раз Они характерны Для чрезвычайного положения Но не для чрезвычайной ситуации Но самого положения нет Хотя в то же время Нет такого жесткого ограничения Прав и свобод Пока что Которые были введены В случае Трошечки есть Но не до конца То есть такая гибридная Какая-то история Опять у нас все Такий вальш Шаг назад Шаг вперед Туди-сюди Полумеры Полумеры То есть такая гибридная история Чуть-чуть вели Чуть-чуть не вели Поэтому С одной стороны Да, чрезвычайная ситуация Конечно же Оправдана Потому что Ну мы видим ситуацию В Европе Мы понимаем Что если мы ничего Не будем делать Ну наверное Мы захлебнемся вообще У нас не тут уровень медицины И близко А не те условия Мы видели Как справился Китай Какими действительно Жесткими мерами Поэтому Оправданно Но с другой стороны Оно Тут надо Определиться Или это действительно Чрезвычайное положение Потому что Въезд-выезд Например Да, ограничивается Да Только в случае Чрезвычайного положения То есть Хвороби То, что они Потрапляют в ДТП Да Ну у нас Статистика смертности Вообще ужасная Это да Конечно Может это Штучно Как-то нам Навязывают Я не знаю Ну Я трохи Зараз Не розумію Кому доверяти Від того Когда я включаю Рацію Мені Здається Что треба Трошечки Скажем так Не так сильно Боятись Цього Але Когда я Дивлюсь По телебаченню Не только наш канал А и інший То Истерия Нагнетается Истерия Да С одной стороны Нагнетается Действительно Но с другой стороны Вирус таки есть То есть Если говорить о том Что Ну это какой-то Обычный грипп Не такой Как раньше То все-таки Опять же Склоняются все врачи Вирусологи Что вирус Другой То есть Он мутированный Он сложнее Он приносит осложнение Он очень резко Опускается В пневмонию Да Превращается В тяжелую пневмонию Из которой Не все выходят Понятно Что это так происходит Не у всех Процент Небольшой Смертности Ну У нас же и процент И зараженных В принципе Не сильно большой По сравнению Там с другими странами Но тут Как говорится Ходил такой мем В интернете Что Какая у нас ситуация У нас три зараженных А сколько у нас Тестов было сделано Три теста Отлично Ситуация контролируемая Ну то есть Так у нас У нас нет тестов Поэтому У нас Трудно сказать Вообще С какой Процент людей Заражен Мы не можем Это определить В принципе Поэтому Наверное Вот эта Неопределенность Ситуации Когда мы не знаем Сколько на самом деле Заражено Сколько Носителей Может быть Потенциально И оно Вызывает Такое нагнетание Что Паника легкая Ну и плюс Мы понимаем Что конечно же Не справятся В случае Таком Как в Италии Испании Не дай бог Наша медицина И близко не стоит И конечно же Не справится Потому что Супрум не встегла Реформу Довести до конца Чтобы Не убила Окончательно Все в больнице Потому что Ну Инфекционки В принципе Все ликвидируются И у нас же Практически Не осталось Инфекционных больниц Инфекционистов Ну Так Да Очень все Печально В этой области